Сельская господарка была и застаётся наиважнейшей голеной экономики. От поспехов у этой сферы залежит добробыт насельництва и харчовая безпека краины. Кам забеспечивать высокие покажчики, необходимый господарчий подход. И особливая увага – допомога отстающим вытворчастям. Во всех регионах фермы с самыми низкими выниками замацовываются за старшинями мясовых выконкамов с метой выправлённой ситуации. Как выполняется отповедное доручение старшине Гомельского обывыконкама Геннадия Салауя? Доведался Дмитрий Котау. Эта ферма была побудована на начале 70-х годов. С тягом часа она состарела и не смогла складать конкуренцию с участным комплексом. Средний удой на корову – 11 литров – самый низкий покажчик в Житковицком районе. Тому по доручению старшине обывыконкама Минавита, эта ферма была обрана для реконструкции. Ожитявили снос 11 непрофильных аварийных будинков, начали займаться доброупорядкованием территории, ремонтом телятников и будовництвом цеха раздоя. Конечно, довольны ходом работ, потому что эта ферма перепрофилировалась. Это были телятники. Перепрофилировали и отдельного цеха сухостой раздоя не было. Строится вот, будет введен цех сухостой раздоя. Это облегчить работу в зале общем для доярок наших. Ну и, конечно, технология же производства, новое оборудование. Конечно, за счет этого увеличится и отдача этого увеличится, производство молока, то, что самое главное, ради чего работаем, получение прибыли денег. Зараз на этой ферме 450 коров. Завершением ремонта телятников и сдачи у эксплуатацию цеха раздоя погалоя повеличится до 800. Удой плануется подтягнуть, как минимум, до середня районного значения 16,8 литров. Утримливание живелы у новых, больше комфортных умовах дозволить повысить и якость молока. Люди, когда видят, что мы сегодня вкладываем деньги и помогаем районам на ведение порядка на объекте, они тоже совсем по-другому относятся уже к работе и хотят, чтобы им тоже не стыдно было, потому что все-таки помогаем. Государство вкладывает деньги, чтобы уже им было не стыдно за свои показатели. У нас сегодня находится один из крупнейших, современнейших молочных заводов, Татуровский молочный комбинат. И данное предприятие, как и все предприятия района, является его сырьевой зоной. То есть нам нужно его сегодня максимально загрузить, потому что предприятие работает с высокой добавленной стоимостью и выпускает экспорт-ориентированную продукцию. Полностью работы на этой ферме плануют завершить до жнивня. Однако объект и после этого часа будет заставаться на постоянном контроле улады. Как поручил губернатор, если мы вкладываем сегодня силы и какие-то средства, как предприятия, так и районные организации помогают, то здесь должны быть производственные показатели. То есть нет смысла сегодня вкладывать и не получать отдачи. Самое главное – получить отдачу от каждого вложенного рубля. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель», Житковицкий район.